Эй, мать! Чаби письмо, мать! Это ж как-то все надо бросить письмо читать. Хорову мне надо доить. Ну, хах-тах, подождать немного. Ну, давай читать. Дорогая ненаглядная моя супруженица Дашет Егоровна, когда это стала я Дашет Егоровной, посылаю тебе поклон от бела лица до сарой земли. Тепереча тебя уведомляю, шо у меня в жилах бежит не мужицкая кровья, а Ахвицерская, и тепереча тебя нельзя звать Дашхаю, надо Дашет Егоровною. Мы тепереча из телегентных людей. Посылаю тебе пятьсот рублей, шо получил за спасение жизни Ахвицерской. Купи себе шифонеру с зеркалой и часы с птичкою. На дверь повесь драплю, а на окошке тюльну занавеску с фабричной кремою. Свиней в хату не приживай и сама с ними не вожайся. Ах, кто с ними будет вожаться? Найми себе бабу, а величай ее горничную. Справь себе костюму модную с прорежем снизу, шо бы было видно подвязки, и шей себе шубу волосами на улицу. Зови ее мантую. Чем моя дубленка не понравилась? Купи себе шляпу с пушинками и разные там модила. Еще сходи к дядьке Захарке и спроси его, что бы покрасил тебе волосы в рыжий цвет, как у кобылы Прохоровой. Да смотри, не ослухайся. Не то разводную, а требую. Со мной теперь не шуткуй и не тот, что довича. Пропал мужик. Это хах-так теперь волосами наружу, а волосы, как у кобылы. Совсем испортился в Москве в своей. Пойду корову донить. У меня еще скачина не кормлена.